В этом мире я гость. Крайми Ривер, Крайми Ривер. Я там находил кучу причин, чтобы начать употреблять наркотики. Маму не жалко было? Я курю и пишу. Про Бардаша Юро. Пошлет ли меня там нахуй Юрий Бардаш? Во-первых, он меня посылал. Какие у вас гонорары? Ну, это опять спиздел. Ну вот вы выглядите как сын бандита в третьем поколении. Не по понятиям ему делать кунилингус. Кого бы я трахнул, конечно, это большой список. Я сейчас, если скажу, кого бы я трахнул, я их потом не трахну. Что тебе купить, малая? Что ты хочешь? Были прекрасные такие оргии мы там устраивали. Мы не дотрагивались с писюнами. Я посмотрел ваши интервью. Какие? Успели? Да, какие-то посмотрели. С кем смотрели? Я же очень неудачно. С Данилка смотрел. Вот. Ну, прикольно. А скажите мне... Олешка, ты уже снимаешь, да? Хорошо. А скажите мне, после вот этого интервью с Дудюм, девушки вас еще больше полюбили? Как вообще? Чувствуете какой-то фидбэк от этого всего? Особо нет. Особо нет? Серьезно? Ну, мы посмотрели по отзывам, по комментариям и прочим в интернете, приток людей есть. Такой серьезный. Нет, приток есть, все. Но меня женщины как любили, так и любят. За что? За красоту и скромность. Мы сегодня, ну, так как вы опаздывали, нам было нечего делать, посчитали ваш твиттер. Ну, слушайте, вы маньяк, если... Как это суммарно сделать вывод? Ну, просто... То есть вы мне диагноз уже поставили, да? Нет, ну, человек только пишет про баб и еб... Вот это что? Ну, это ж круто. Ну, когда тебе 12 лет, да. У меня в душе 12. А потом как-то так. Нет, в 12 я об этом не думал. Так тщательно. Да интересно, сейчас поговорим. То есть жизнь после Дудя все-таки есть, как я понимаю, да? Да, да, все нормально, я живу. Хожу за хлебом, выношу мусор. Мне тут Владичек прочитала где-то в каком-то вашем интервью. Вы сказали, что вы в каждом интервью врете. И каждый раз приходится все исправлять в следующем. Я считаю, что это хорошо. Продолжайте, только делайте это зажигательно. Хорошо. Вы же выросли в Харькове, Миша. Да. У меня муж из Харькова. И я пару раз... Тогда приезжала. Но не часто. С одной стороны, как я, насколько я знаю... Ой, спасибо. Там же самое большое количество на постсоветском пространстве колоний, как ни странно. Колонии? Да. Можно подумать там про Донецкую или Луганскую область, но нет. Именно вокруг Харькова. Да, там малолетка есть. Шесть или семь, да. А с другой стороны... Строгого режима. Там институт Ландау, да. Там круто очень. Там где работала Ландау. Там консерватория, мускальное училище, институт культуры. Поэтому, знаете, места, где там в Пятихатках рядом стоит общежитие зэков и общежитие физиков-теоретиков, это очень круто. Это, мне кажется, накладывает какое-то отпечаток. Какой бы Харьков в вашей юности? Я тоже об этом думал. Харьков, он такой же, как и культурный, такой же и, скажем так, гопнический. Вот так вот. То есть 50 на 50. А вот это адская смесь, она какой эффект дает? Классные, творческие. Как вы заметили, много групп, много музыкантов из Харькова. И постоянно они выпускаются. Вообще, Харьковская музыкальная школа, ну, в плане там училища, культуры, консерватория, она дает... Там одна из самых крутых, вот эта, в которой дети учатся с первого класса, вот там учились? Музыкальная десятилетка. Да. Я туда, меня мама побоялась и давать, потому что, ну, это школа-интернат, во-первых, музыкальная. То есть это как... Ну, можно дома жить. Это как школа физкультуры, вот, например, да. Да, можно дома жить. То есть, точно так же и музыкальная десятилетка, там дети лауреаты международных конкурсов, там дети занимаются по 8 часов в день с 5 лет, и мама решила, что все-таки мне хоть чуть-чуть детства, чтобы перепало. А вы вдвоем с мамой жили? Да. Папы не было, и о папе я узнал лет в 20 только. Я, знаете, о чем с самого начала хотела вас спросить? Когда вот это интервью было с вашим, там, сегодняшним другом... Барташем Юрьевым. Барташем, да. Мне не разделились, но мне он понравился именно по причине, как бы, такой вот травмированности. Я считаю, что в искусстве без травмы делать вообще не хрен. Абсолютно верно. Да. И у вас есть что-то такое травматическое, причем понятно, что эта травма случилась не сегодня, не вчера, на самом деле. Да, из-за твиттера или что-то? Да, нет. Про твиттер это была шутка. Ну, о чем еще думать молодому мужчине, как не о бабах, ну, естественно. Ну, собственно, да. Более того, когда есть некоторые сомнения в этом смысле в себе, то, конечно, о них будешь говорить постоянно. И это тоже, кстати, тоже нормально. Сомнения всегда есть. Да, нормальные люди всегда сомневаются до конца. Так ли же они хороши. Причем с женщинами я... Так ли они уж хороши для этих женщин. С женщинами я довольно скромен. Вот. Первое время. Но я хочу вернуться к жизни с мамой все-таки. А это травма для мальчика жить с мамой только? Вот про баб я знаю точно. Ну, мама... Дело в том, что она так сразу поставила, что там сначала что-то в детстве она рассказывала. Папа на войне там где-то... Война же давно закончилась, блин. Да, но я же этого не знаю. Когда она закончилась. Ну, у меня спрашивают, где твой папа? Все дети живут. У всех папы. А я... Вот. И мама как-то всегда... Ну, мама просто была такая... Она никогда... Она хранила все-все вообще тайны. Она никому никогда ничего, ну, то есть не рассказывала. И поэтому... И все в семье, конечно же, знали, кто мой папа. Но мама сделала так, чтобы я об этом не узнал вообще. Ну, вы узнали? Я узнал уже, когда у меня родился сын. И я уже так на маму немножко надавил. Я говорю, мам, мне... Я уже такой взрослый мужик, мне 20 лет. А я говорю, я должен знать, кто мой папа. И я говорю, хотя бы скажи фамилию. Она говорит, Гисен. А у меня что-то это знакомое. Знакомое Гисен. Гисен. Я звоню товарищу и говорю, слушай, а что это фамилия Гисен? Говорю, мне знакомое. Так это же Димон. И получается, что я своего родного сводного брата знал всю жизнь. Мы прожили на одном районе. Вот. Но я не знал, что это мой брат. И получается, там ему донеслось уже, что... Представляешь, Миша Крупин, твой брат. Ну, это уже через год. Он сначала не поверил, потом на меня смотрит и понимает, что я больше на папу похож, чем он. Слушайте, я себе это представляю. Вообще, неполные семьи, они всегда такие девочки, которые там всю жизнь росли с мамой, у них не было папы, да? А у них всегда какие-то проблемы. Практически 80%, что у них тоже не будет мужа. Я просто, я не знал, как жить с папой, поэтому я... А у мальчиков наоборот все. У мальчиков они такие, знаете, маменькины все сынки. Не представляете себя, как вы, живя с мамой, и пусть даже вы там были музыкант, с чего, с каких хренов вы вдруг, там, в 17 лет начали пробовать все, что можно, там, от марихуаны до... Ну, не в 17, а чуть-чуть пораньше. Тем более. Вот, ну... Маму не жалко было? Вам должно было быть жалко? Да. Это подорвало очень сильно ее нервную систему. Вот. Ну, и у меня там была первая любовь, я там находил кучу причин, чтобы начать употреблять наркотики и все такое. Ну, какой-то такой вот... Ну, я это перерос. Слушайте, а этот опыт, он, как бы, знаете, кому-то в коня корм, кому-то не в коня корм. Это точно так же, как кто-то, там, бахнув в стакан водки, очень хорошо пишут, или даже на сцене интересно работает, а кто-то вообще не может работать. Это я точно так же... А у вас, а у вас, каким был этот опыт? Вам это как-то, вот, вас качало, там, на то, чтобы писать музыку, на то, что вы чувствуете? Конечно, я сейчас качаю. То есть вы сейчас тоже употребляете? Я курю травку. А, вот так вот, да? Я курю и пишу. Ну, как бы, не так, конечно, как раньше, там, круглые сутки. Но я могу покурить травку. Я за. Ну, скоро будет абсолютно здесь легально. Ну, это мне все равно. У моей бабушки был такой огромный, преогромный сундук. Это было любимое место, там, времяпрепровождение для меня. Я его открывала, и у меня там открывался целый мир. Там были какие-то куски каких-то тканей, там были старые альбомы и фотографии, там были какие-то ее книжки, которые она тщательно хранила, там были письма, которые писал дедушка еще с Первой мировой войны, там, да? И я там, для меня это было просто. Я там проваливалась туда по полдня, в этот сундук, и там все рассматривала. И больше у меня никогда в жизни не было такого ощущения. И второй раз оно появилось, когда вот я зашла на это креативное пространство этих спейсов. Вот посмотрите, здесь есть, сюда можно прийти и здесь жить месяц, потому что здесь есть все, что нужно человеку для жизни. Здесь есть барная стойка, здесь есть там какие-то старые швейные машинки, здесь есть пианино, чтобы поиграть, здесь есть кровать, чтобы поспать, здесь есть какие-то штуки для подсвечников, диванчики маленькие, маленькие какие-то сундучки, бильярдный стол, какие-то удивительные толстые стены с окнами, дивное зеркало, в котором я сама себе кажусь ужасно стройной ходу. То есть здесь в этом мире можно жить, здесь можно бесконечно, мне кажется, здесь можно писать книгу, и тебе это никогда не надоест. Здесь сюда можно приходить, какие-то дни рождения здесь отмечать, здесь можно даже вдвоем провести со своим молодым человеком, я не знаю, там, трое суток для того, чтобы, ну, наконец, выяснить отношения. То есть фантазия мне подсказывает любое времяпровождение в этом дивном месте. Бульвар Шевченко, 36А, больше в Киеве нигде ничего подобного нет. Здесь и вы сюда будете возвращаться, как всегда возвращаюсь я, для того, чтобы писать интервью, для того, чтобы отметить день рождения с друзьями, для того, чтобы даже иногда побыть одной. Здесь очень круто. Хорошо, про Бардаша, Юру. Он же, как бы, такой, знаете, персонаж для... Вот если там Собарди перемешает два фильма, Брат 2 и Бумер, да, так вот из них, как бы, выступает из тьмы Юра Бардаш, да? Ну, ему нравится этот образ. Да, ему нравится этот... Нет, и почему я понимаю, что он немножко так натягивает его на себя, как одеяло, потому что ему нравится быть таким. А он же гораздо более трепетный. Судя по тому, какое на него впечатление там произвело то, что женщина там живет с другим мужчиной, это означает, что он не совсем такой, как он делает вид. Мы год не жили вместе уже, но я содержал ее всю... Ну, то есть она мне говорила, чувак, у меня никого нет. Я ей Порш. Все нормально, чувак, у меня никого нет. А потом мне рассказывают движ, люди чужие. Ну, понял? Просто мне говорят, как, ты не знал? И у меня просто... Ну, то есть я настолько идиот, получается. Понял? Вот. Но суть даже не в этом. Суть в том, что совершенно понятно, что он человек очень взрывной, неуживчивый. Ну, знаете, когда там у кого-то было уже 500 жен, он совершенно понятно, что 501-я тоже, скорее всего, будет у нее такая же судьба. Ее пошлет нахер. Вот я возвращаюсь к вашим отношениям. Как вы думаете, сколько переживет это времени? Ну, потому что он же трепетно иронимый. Отношения его нынешние? Или что? Я не понял. Ваши отношения с ним. Ну, смотрите, он же всех музыкантов, да. Все музыканты шли по известному адресу. Вы знаете, я... Да. Во-первых, я не боюсь пойти по известному адресу. То есть меня это абсолютно не смущает. И я уже... Я не один раз шел по известному адресу, как бы, от его адреса. То есть у вас такая итальянская семья. Вот. Творческая. И я прекрасно понимаю, что он хочет и чего он хочет от меня. Вот. И да, он гипертворческий человек. И все это происходит, потому что, я так думаю, что его особо не интересуют деньги. Он не может разговаривать о деньгах. Вообще. В известном фильме «Человек с бульвара Капуцина» там Вера Табакова говорит, когда им говорят, что деньги меня не интересуют, так и знайте. Все дело именно в них. Да. Да. Но, нет, конечно, наверняка его интересуют. Вот. Но в целом, когда он загорается проектом, речь о деньгах вообще не идет. То есть... То есть на этом этапе он на вас пройдет. Более того, я скажу, я сейчас, конечно, не хочу, чтобы у нас интервью превращалось в расхваливание Юры Бардыша. По поводу того, что пошлет ли меня там на *** Юрий Бардыш. Во-первых, он меня посылал. Во-вторых, я второй проект после «Квест Пистол». Который до сих пор с Юрием Бардышем и он мной начал заниматься около 10 лет назад и это делал абсолютно бескорыстно. То есть он не снимал клипы, он зажег меня, как Миша Крупина, когда мне было 30-31. Вот. И все сказал. Иди на ***. Вот. И я классно еще лет 5-6 отработал и все. Вот. Но тем не менее, я ему продолжал показывать песни и мы продолжали эту концепцию коррупции. Миша, вот это второе пришествие, оно с чем связано? Ну, как бы вы уже... Ну, мы шли к этому. Это же второй сезон, я так понимаю. Вашего сотрудничества, фактически. Нам подносит пескари, нам выносит мальчик, под столом оставил я. Это наша мечта. Почему пришло ваше время? Ну, это наша мечта была. Уже все прошло. Уже прошли грибы, прошла луна, все, терзание, у того, у меня. И в моменте, когда уже заканчивались грибы, я уже сказал, Юра, ну, давай. Я хотела поговорить об этом жанре, потому что тут же очень интересный момент. Я решила с вами делать интервью, когда я увидела чемоданчик, я увидела, что это, ну, еще, естественно, до Барда, задолго, и там мои редакторы знают, что я вас искала, сначала позвонила Кирнесу, спросила, где вы, вы в Харькове или не в Харькове, и он мне сказал, там, через две минуты позвонил. Нет, он не в Харькове, он же в Киеве. Кто, я? Да. Ну, как бы, он же там каким-то помощником с классом, но суть не в этом. Суть в том, что это такое, ну, смотрите, вот, например, в российском шоу-бизе особняком стоит Гриша Лепс, да? Он такой, он не по шляк, типа Стаса Михайлова, он не попса в том смысле, в котором попса, у него там, он отличный музыкант, и у него могут быть джазовые мотивы, у него может быть соло, у него может быть все, что угодно, мне кажется, он заменил... Кого? Этого на сцене, как Носкова. О, нет, по-моему, совершенно раб... А Носков чисто такой, баллады, баллады, он... У него красивые песни. У Носкова, но по вокалу, я имею в виду по стилю исполнения, вот эти ноты там... Он достаточно однообразен был, Носкова, он сейчас куда-то исчез, кстати, или он еще поет? Нет, Носков вообще... В этом мире я гость... Классно. Ну, у него есть две песни, которые действительно хорошие. Это и еще там вторая, которая была... Я тебя люблю, а еще вот она пришла весна. Ну, это мне меньше нравится. Но суть не в этом. Ну, как вы понимаете, вот эти люди, которые... Они не влазят, грубо говоря, не в один жанр, да, целиком. Вот это по псу, а это по джазу. Ну, вот и мы не хотели влазить никуда, потому что я же рэпчик, а нам надо было что-то делать в разрез всему. Ну, в этой нише у нас пустота абсолютно. Вот я вот есть, пожалуйста. И у вас еще есть такое, знаете, то, чего нет у Гриши Лепса, Франк Синатра... У нас нет такого вокала. Франк Синатра, это был такой любимый певец мафии. Нет, зато у вас есть какое-то, знаете, такая... Как вы написали в своем твиттере, я люблю, ну, там, там, дочерей бандитов, ну, слово говоря, я понимаю. Ну, вот вы выглядите как, там, ну, там, сын бандита в третьем поколении, ну, который уже читает книжки, там, и так далее. И в этом есть что-то такое, что, как бы, заполнит эту нишу. Да, человек, который поет хорошо джаз и читал книжки, но выглядит как сын бандита, это, как бы, совершенно незаполненная ниша. Я люблю джаз, я этим занимаюсь все время. Я играю на скрипке джаз, на гитаре джаз. Как бы вы сами рассказали про то, что, ну, как бы, ну, что такое коррупция? Проект? Ну, да, да, конечно. Можно по-разному на него посмотреть. Я не скажу вам четкого такого, вот, коррупция, это плевок в лицо, там, кому-то там. То есть это, да, это вызов, это театр, скажем так. То есть это больше, я это вижу как кабаре, я это вижу как некая революция в понимании, вообще, в понимании коррупции и отношения к этому. То есть это какая-то аллегория. А чем вы объясните живучесть вот этого жанра? Смотрите, ведь некоторые песни, даже при том, что у них там старые аранжировки, что они уже не слушаются, вот некоторые песни там Вертинского, Лещенко, еще кого-то, до сих пор очень классно слушаются. Но они до сих пор не выглядят мертвыми, как из морга, да, потому что то, что было написано 10 лет назад, уже оно в морге. А если там включить старую там пластинку Вертинского, она еще очень даже может топнуть. Ой, мы вчера как раз слушали Вертинского. Я скажу так. А это же все жанр кабаре? Да, то, что было записано тогда. В целом, этот жанр живет, наверное, с 19 века. Говорят, что там родоначальник, или, да, шансона, это Есенин. Да нет, ну чушь, конечно. Даже нет, не шансона, а какого-то блатника. Где шансон и где Есенин? Есть такое утверждение, что вот у него такая вот стихи он писал, и его стихи Зеки потом клали на музыку. Но это же другая история. Это там типа блатной городской романс. К шансону это вообще не имеет никакого отношения. Ну да, ну если мы говорим о шансоне, шансон это во Франции с аккордеоном и с гитарой. Ну да, или там начало века, или там Лещенко, Вертинский. Все же там в Шанхае пели в кабаках там в 20-м году, 1920-м. Вот это как бы, пожалуй, оно. Мы хотим просто делать классно, сексуально и современно. И при этом это классика, которая не претендует на современность. То есть эта музыка должна остаться и на 10 лет вперед, и на 20 тоже. По идее, там как получится. Ну вот цитаты. Мы, артисты, создаем сериал. У меня праздник, я в рубашечке. Я хочу вызывать своими песнями улыбку и так далее. Смотрите, это же как бы образ. Это же не вы. Ну, когда вы выходите в этом своем костюмчике, насколько органичен для вас этот образ? Соответствует образ, насколько. Процентов на 65. Вы всегда хотели таким быть? Ну, мне, конечно, хочется быть красивым, элегантным, и чтобы меня хотели женщины. Вам 38 лет. Это, в принципе, основная причина, почему вы прощаетесь со своим рэперством. Мы только что перед вашим приходом обсуждали, что есть жанр, когда можно до старости, ну, баллада. Джо Кокер мог спокойно петь тут до конца. А когда там уже, я не знаю, Шевчук выходит на сцену, это как-то странно. И делает Вершин Рокер. Ну, потому что всему свое время. Во-первых, всему свое время. Во-вторых, музыкант должен творить. Понимаете, у нас проблема у музыкантов такая. Они записали два альбома, они уже себя чувствуют старыми. А там такие, как Pink Floyd, ну, они же работают. Они пишут и выпускают. Оззи Осборн, он там выпускал песни черт знает сколько вообще. И это были хиты. Вот. Я не знаю, с чем это у нас связано. Возможно, с тем, что музыканты начинают хорошо жить. Слишком, наверное, хорошо для... Относительно того, как они жили. Вот. И просто обрастают жиром. И они не чувствуют мир, не чувствуют его так остро, как нужно. Но все равно же есть какие-то вещи. Смотрите, а вы смотрели уже «Ирландец» последний фильм с Корсезой? Нет, я смотрел 25 фильмов про ирландца уже до этого. Ну, я... Хорошо, окей. Там Роберт Де Ниро, Аль Пачино, вся его компания, которую он снимал, они там... Одному 77, другому 83, еще сколько-то. Они играют там 40-летних. Ну, там, голливудский грим, все понятно. Но все равно, когда они бьют ногами там кого-то, видно, что это пластика 80-летнего человека, а не 40-летнего. Вот. А в искусстве это же тоже как бы чувствуется, да? В искусстве... У тебя драйв там 45-летнего человека или у тебя драйв 20-летнего человека? Конечно, по пластике в плане того, я не представляю, как я буду там 60 лет двигаться. Я вот смотрю на Лепса, конечно, на его концерты. Немножко мне стремно, конечно, это все. Ну, то, что меня ждет. Вот. Но от этого никуда не денешься. Мы все постареем когда-нибудь. У всех когда-нибудь не будет стоять член. И что теперь? Нет, ну, хорошая новость в том, что у некоторых он стоит там до 80-ти, а у некоторых он перестает в 40. Ну, то есть есть к чему стремиться. Да, мы будем надеяться на лучшее. Отлично. Смотрите, вас слушают, я там немножко поспрашивала про вас, ну, там какие-то сплетни слышала, я их повторять не буду, там кто вам помогает, кто вам денежек дает и так далее. Мне денежки? Ну, там называют, там фамилии каких-то депутатов и так далее, не знаю, да, но называют. Вот это интересно. Я поэтому и не повторяю, потому что я не уверена, что это правда, поэтому я как бы повторять не буду. Нет, ну, у меня есть некие семейные связи, но конкретно денег мне никто не дает. У нас в семье не принято. Миш, какие у вас семейные связи? Я не буду говорить, но я просто к тому, что у нас... Я сейчас говорю про помощь проекту, не там, кто он дает на хлеб. Нет, это занимается Юра, то есть финансированием занимается Юра. И вы не знаете, кто помогает? Абсолютно. У меня это вообще не интересно. Вы с ним никогда это не обсуждают? Вообще не интересуют, не хочу даже знать. То есть на этом этапе бардыш тратится? Да. А вы живете на те деньги, которые он вам дает, или которые вы зарабатываете отдельно песнями, или еще что-то? Не знаю. у меня есть свой проект. Какие у вас взаимоотношения? Во-первых, у меня свой проект. Так. Тот же старый чехословацкий Миша Крупин, который всегда будет через 100-200 лет петь виски со льдом. Виски со льдом, не виски со льдом. Все круг хотят мои виски со льдом. Все просят бармена об одном. Я виски со льдом, да не виски со льдом. Вот. У меня заказывают песни. Конечно, я их не хотя сейчас пишу, но все равно пишу. Ну и сейчас роялти у меня еще какие-то там появляются. Вы никогда не говорите о том, сколько там, какие у вас гонорары. Ну то есть, там концерт в клубе до вечера. Это порядок хотя бы скажите какой. У меня 3,5 тысячи выступлений долларов. Да, вот так вот. Да. Теперь иногда дороже. Теперь дороже. Теперь коррупция гораздо дороже. Да, теперь иногда дороже. А песня? Песня же может писаться очень долго, год писаться, может полгода. Песня, смотря какие условия, от 3,5 тысяч до 15, 20 тысяч. Ну потолок был 20. Вы себя ощущаете там, я не знаю, исполнителем больших площадок или наоборот клубным человеком, потому что, ну вот глядя на там, я не знаю, на красный бархат, ты понимаешь, что ты человек такой очень клубный, очень стильный. Так я не могу вас представить там в дворце Украина, да, там на большой этой сцене и там огромное количество людей. Поэтому, вот как вы себя будете позиционировать дальше, как человек вот таких закрытых тусовок и, ну ладно, про корпоративы отдельно спрошу. Корпоративы отдельно, концерты мои, как Миша, Крупин, надеюсь, закончатся, вот, и, а может и не закончатся, а может и не надеюсь, вообще, что я говорю, это мой проект, это моя жизнь, вообще, но на самом деле я ищу сейчас другого Мишу Крупина, помимо коррупции, я ищу, я думаю об этом, вот, а по поводу коррупции, вот вы закройте глаза, закройте, и представьте, что я на сцене, представили? Ну, вот и все. Мне для этого не нужно закройте глаза. Ну, мне просто так интересно было. Вот, хочу большую площадку, конечно, хочу, дворец спорта, у меня большие амбиции, на самом деле. Стадионы, 10 тысяч. Стадионы, да, у меня не все песни стадионные, но на самом деле коррупция, сейчас у нас вышел только один альбом, и это программа около часа, а сейчас я готовлю еще второй альбом. А какого Миши Крупина вы ищете? Какого именно Мишу Крупина? Вот я же его ищу. Еще не знаете? Да. Ну, это очень круто, и, конечно же, сексуально. Корпоратива, это, знаете, вот эта тема, наверное, с 90-х годов, она какая-то такая бессмертная. Вот этот таинственный мир прокуроров, бандитов и так далее, вот казалось бы, да, ну, ушли уже, там, ушла тема, ну, коллективный бумер, этот ушел, ну и хорошо, нифига он не ушел. Все равно все же возникает на эту тему, оно приобретает какое-то, оно все равно качает почему-то. А почему? Потому что у нас там сто лет в стране было самое большое количество лагерей или почему? У нас культура бандитская. У нас считается круто надеть черную кожаную куртку, потому что это какая-то некая агрессия, ты показываешь, что ты, не знаю что. но у нас этот культ бандитизма, он у нас присутствует, может это не культ, может я это так называю, может быть мы послушаем песни западные какие-то, и там тоже это будет, то есть оно есть все время. Нет, там тоже, конечно, есть это, ну иначе бы клан Сопрано там не имел такие сборы или еще что-то. У нас культ бандитизма, и причем, а некоторые люди вообще остались в тех годах, ну то есть вот остались и все. Ну не по понятиям ему делать кунилингу, скажем. Это хорошо. Гуф очень смешно рассказывал про то, как там про всякие свои факапы на корпоративах, когда он там пел для 14-летнего мальчика, вернее не пел, а читал, и этот мальчик его в конце концов опустил и заставил ему там неустойку платить и так далее. Но папа был такой у мальчика, что там сопротивляться было бесполезно. Ну и все, и заканчивается типа вот выступление, я выступал, он меня обнимает такой, то есть это со стороны выглядит как он. Он мне идет и говорит, идем я тебе дам фидбэк от твоего выступления, а железного неба не было, как бы. Он мне заводит гемерку и говорит, дальше я сам, закрывает дверь, и такой становится в стойку, говорит, где железное небо, блядь. У вас были какие-то? Там какая-то драка, но у меня всегда приглашают, во-первых, я всегда себя как бы прилично веду, во-вторых, я не очень конфликтный, вот, во-вторых, меня не просят сделать какую-то хуйню в корпоративе, то есть я отрабатываю программу, у меня прекрасные отношения с заказчиками, я могу хоть в морге выступить. Мальчик, судя по рассказу Гуфа, просто сказал, слушай, у тебя вот тут был такой перечень, а ты не спил, козел, и все, и поэтому с тебя прочитается. как правило, я даю сначала как бы список песен, допустим, или заказчик дает список песен. Кофе холодный уже. Да, все равно. Все, не хочется? Не-не-не, нормально. Вот, заказчик дает список песен, и, пожалуйста. А какие люди заказывают? Ой, разные. Ну, в основном блатные, конечно. Ну, то есть это непростые люди. Разные абсолютно. Вот мы с Гуфом тоже выступали, у нас был корпоратив, нас пригласили на день рождения к 11-летнему мальчику, по-моему. На следующий год мы с Жиганом... Это было здесь или в России? Нет, это в России было. На следующий год мы с Жиганом выступали. У этого же мальчика? У этого же мальчика, да. То есть это заказчица... Чудливое детство у ребенка. Прекрасно. А до этого вообще на 10 лет я к нему приехал, по-моему, в Бразилию. Считается, Миша, что там белый человек никогда не споет так джаз, как черный человек. Я даже и ничего пытался. Это предрассудки. Предрассудки? Конечно. Я как раз хотела перейти быстро к рэпу, что вот так, как читают в Гарлеме, условном, так все равно здесь никогда не будет читать. И все эти, я не знаю, Тимати и все остальные, они выглядят довольно жалко по сравнению... Это же не конвертируется на Запад. Правильно? Да? Там никто же это не слушает. Конечно. Это стыд вообще. И это уже как бы в пользу моего аргумента говорит, а не наоборот. Наших оперных певцов слушают там, а джазовых нет. Ну, я не знаю, каких наших оперных слушают. Ну, что, поют по всем? Ну, джазовых... Ну, что он будет петь... Что он будет петь, джазовый певец? Что, он будет петь свои песни? Или он будет петь на английском с акцентом? Нахер это кому нужно? Ну, когда... Я слушаю джаз в ресторан... Ну, в джазе не главный же акцент. В джазе главный... Все. Вообще, ну, я не знаю. Как человек импровизирует, как он... Страсть, тембр редкий, еще что-то, еще что-то. Это же все-таки музыка. Cry me a river. Cry me a river. Ну, мне не нравится, как у нас джаз поют вообще. Так вот, я бы... Об этом я и говорю. Да, но у нас... Что у белых людей с этим большие проблемы, потому что они жопой не чувствуют эту музыку. У нас проблема с... Вот, как по мне, проблема с акцентом и проблема с тем, что люди не... Они просто повторяют или кривляются. Ну... Вот я... А с рэпом как? Кто-то повторяет, кто-то повторяет и добавляет. Вы знаете, как музыка разбивается вообще? Ну, у нас есть рэперы, вот, скажем, мирового уровня, которых там готовы служить на площадках, там, я не знаю, в Штатах, в Британии, в Германии еще где-то. Скажем так, рэперов так-таковых нет, потому что рэпа так-такового нет. Сейчас рэп, он перемешку с панком, с каким-то говном или еще там чем-то. То есть рэп, он не такой, как рэп... Ну, для рэпа еще же тексты важны очень, так же? Ну, важно, как это звучит, скорее, вот так вот. То есть тексты, как правило, хуй полная. А у вас есть люди, которых вы с удовольствием слушаете? Вот, ну, из здешних. Ну, я имею в виду, там, вот, Россия, Украина. Да нет, я слушаю старую музыку, какой-то джаз вообще. Нет, вообще мне нравится, но я не могу сейчас с налету сказать, кто мне тут нравится. Рэп мне тут нравится, там, Алина Паш, я уже говорил, Алена, Алена, как бы. Вот. Анука там мне нравится, еще какие-то, просто на слуху что-то, то, что мне нравится, там, на украинском языке. Ну, то, что делают эти люди, они подконвертируются или нет? Конечно, вот у Алены там вообще, там, концерты за границей несутся постоянно. То есть, то, что делается сейчас на украинском языке, оно ориентировано на, там, Гоголь-Борделло, опять же, ну, то есть, это все на западе. Гоголь-Борделло, по-моему, здесь давно не работает. Ну, я не знаю, я их, я вчера только о нем узнал. Я послушал, я оху... Это круто, конечно. Вы так пренебрежительно достаточно отзываетесь о коллаборации, ну, то есть, я в нескольких интервью слышала, что это все такой опыт, который, ну, его повторять нет смысла, вообще вы не сильно верите в это все. Коллаборации в смысле с... Ну, работа с кем-то. В плане дуэтов? Да. Ой, ну, опять с пиз... Нет, коллаборации мне нравится делать... Красиво не спи**ешь, песню ж не споешь. Да, да. Коллаборации мне нравится делать с красивыми женщинами, и чтобы она желательно хорошо пела. Мне дали задание узнать, как вам Седокова? Как, как что? Ну, в смысле... Я не знаю, но не как певица же. Седокова... Да. Ну, знаете, у нас какие-то довольно сухие были, как бы, в плане отношения, то есть... Перед или после? И перед, и после, то есть мы... И вместо. Она как раз находилась там... У нее был муж, потом она... Уже после меня каким-то образом у меня была Даша, и как-то... Нам как-то не до этого, наверное, было. Ну, вообще, при чем тут это? Мы спели песню, она мне предложила, и все. Ну, на съемочных площадках очень часто возникают романы, потому что нужно же к определенным хотя бы себя убедить на пять минут, что тебе женщина нравится, или для того, чтобы с ней сняться нормально. Ну, в целом, Седокова, конечно же, это Седокова, это же... Это же... Да. Седокова? Ну, не, если говорить о том, кого бы я трахнул, конечно, это большой список. Да, а еще? Ну, кроме Седокова, кого еще? Мне интересно, вот, знаете, я часто, когда я в телеке, тогда я очень интеллигентно это формулирую. Ну, какая женщина является вашим, ну, там, как бы, вашим типажом, да? А на самом деле это переводится кого бы вы трахнули? Вот, кого еще? Ну, список же не короткий. Мне интересно просто... Это же интересно тем, кто будет смотреть, понять ваш вкус, ваш уровень. Ну, я... Ваша, ваш уровень. Давай, смотри, кого бы, но смотри, сейчас, я же могу на ты, да? Да, конечно. Смотри, сейчас есть Инстаграм, понимаешь, и доступ к красивым женщинам, вообще он безграничен. А это как-то на либидо влияет вообще? Это как-то не понижает? Вот безграничность доступа? Или наоборот? Ну, ничего не понижает, как бы. Да? Просто ты такой, ой, класс, смотри, а вот, а вот еще, а вот это посмотри, а вот это. Вот, ну, конечно... это известная женщина, кто тебе нравится? Вот в этом смысле, кого ты считаешь, ну, есть же два термина, есть сексуальная и сексапильная, сексапильная круче, потому что это, это более духовный такой термин, понимаешь? из наших, из тех, которые близкие, прям вот, ну, допустим, опять же, вот Даша Астафьева, допустим. Дашка отличная. Да, она шикарная женщина. Да, я ее очень люблю. Я тоже. А у нее там счастливая, она не просто красивая, она умная. Она очень талантливая. и это как бы редкое сочетание. Да, очень классная. Дашечка, привет. Вот, потом, кто, кто еще, ну, не знаю, кто-то там еще в Инстаграм, кто-то в России, там. А что, как бы важно в женщине? Я сейчас, если скажу, кого бы я трахнул, я их потом не трахну просто. Почему? Они начнут о тебе думать, знаешь, это же как бы... Они и так обо меня думают. Ты чего женщинах не понимаешь? Да? Ты же как бы женщину метишь просто, инфицируешь. Я уже пометил все. Я это делал по-тихому. Так по-тихому... Счастье любит тишину. А секс и счастье, они каким-то образом пересекаются? Нет? Нет. А счастье что такое? Ну, я знаешь, еще так бывает, что там, допустим, оп, подписался на красивую там девочку, ну, смотришь на ее фотографии, а потом она тебе пишет привет, и все, это уже равносильно, что я ее уже трахнул. Привет. И все. Через зелье пишут в основном. Да, привет. И все, я ее уже трахнул. Ну, все, у нас закончились отношения. Видишь, Владке понравилось это. Сыну 18 лет. Ну, у женщин, это вообще, как бы, конечно, у них начинается просто истерика. Дети подрастают, скоро там, теоретически, можно стать бабушкой. Я могу дедом скоро стать. Блин, как все промчалось, почему так быстро, и так далее. А вот есть мужчины, особенно у творческих, надо же выходить, нравится, надо же, чтобы телки там верещали. Ну, он мне уже, он уже мой конкурент, как бы, вот так вот. Он говорит, ну, он вообще читает рэп, он это делает круто, он это делает со временем. У вас еще разное. Он же, как бы, в основном, с женщинами за 30, а ты уже перед 30 ищешь. Я? Нет. У вас совершенно разные опции. у нас примерно, ну, нам пишут примерно женщины одинакового возраста. Ну, это около от 21 до, наверное, 25. Ну, ну, и до 30, наверное. А возможно вообще, знаешь, сейчас постоянно говорят о том, что институт семью устарел, там, я не знаю, у многих там уже этих серебрити, гостевые браки, то, что называется. Жизнь, когда ты вместе не засыпаешь женщиной в одной кровати, это какая-то уже другая жизнь, на самом деле. Я засыпаю с женщиной в одной кровати. Пока еще по старинке. У меня есть институт брака, у меня очень похотливая жена, как бы, и все такое. То есть можно с этим человеком жить долго? Да, она меня понимает. Она знает, что мне женщины пишут привет. Читает с тобой. А? Читает с тобой вместе. Что-что? Читает с тобой вместе. Читает? Я имею в виду вот эти все привет. Нет, я не даю. А важно женщине чувство юмора, потому что у женщин уже практически его нет. Да ну, что это за вообще сексизм такой? Ну, редко встречается. Реже, чем мужчины. Сказала она осторожно. Да, ой, боже мой. Есть такие женщины с таким чувством юмора, что лучше уже не слышать их. Боже мой. Напоминает старый анекдот. Какой пятый туз? Да. Разве бывает? Бывало. Это же Ритка. Вот мы с Иваненко недавно тоже висели. Но Иваненко же не женщина. Ну, практически. Да нет, но у нас там общая подруга тоже там жестит. Просто страх. Ну и пожалуйста, оставь его, какой у нее юмор классный. Вот, с ней вообще обоссаться можно. А, что принадлежит на название группы «Коррупция» и почему? Юра. Юра, почему? у него была футболочка, и там была написана «Коррупция». Он такой, смотри, я говорю, о! Ну, то есть за случайность. Никакой там концептуальности, никакого... Ну, он увидел, у него родилась эта идея, я прекрасно это помню, и даже куча моих старых треков, там, какие там «Неисправиться», там «Неделимая», в принципе, это было под этот концепт. Но Юра это отпустил, сказал «Дима». Почему ты уехал из Харькова? Я уехал из Харькова, потому что... Когда? В какой раз? Ну, я понимаю, что ты несколько раз его сжал, но, в принципе, ты же не рассматриваешь Харьков как город для жизни своей. Я просто не могу. Для меня зона комфорта – это страх. То есть мне нужен какой-то движ, мне нужен дискомфорт, мне нужны переживания, мне нужно что-то добиваться. То есть у меня очень много было, взлётов и падений. Я знаю, что такое подниматься, как это тяжело. Я знаю, как классно быть на дне. То есть травма для тебя всё-таки мотивирующая история, да? Ну, конечно. Тебя унижали когда-нибудь в жизни так всерьёз? Это зависит от моего восприятия унижения. Ну, ты чувствовал себя униженным? Хорошо. Я понимаю, что для одного унизить, когда его пасут, а для другого просто когда... Я просто косячил. Я косячил. Когда он просто провёл батл, так как ты провёл с этим чуваком. Понимаешь? Ну, я не считаю себя на самом деле униженным. В этом я просто проебался. Когда ты что-то херово сделал, это же всё-таки... Нет, чувство стыда у меня, чувство стыда, удар по самолюбию, всё. И даже я, бывает, плачу. А плачешь в основном за творчество? Или за женщин тоже? Нет, за женщин я не плачу, но я плачу, когда... Я не люблю проигрывать очень. Я боюсь, для меня очень страшно проиграть. И я сделаю всё максимально. Я сделаю вид, даже если я проиграл, я сделаю вид, что я выиграл. Взаимоотношения с деньгами. У тебя так и нет квартиры, да? Я так понимаю. Что, есть? Уже купил квартиру? У меня в Харькове хата есть. Ну, в Харькове хата это сильно, да. Да. Ну, я... Как? Просто я жил в Киеве. Ну, собственно, да, я живу и в Киеве, и в Харькове. Тут я снимаю квартиру, в Харькове у меня там своя есть. Вообще, что-то там планирую покупать. Ну, ты же не покупаешься. В плане денег? Белый лимузин, как некоторые твои коллеги, там ещё что-то, ещё что-то. То есть, для тебя это вообще не имеет ничего значения. Я с детства не понимал ценность деньгам, во-первых. Наверное, это мой... С удовольствием тратишь? Ну, на свои личные прихоти, да, конечно. А на женщин? На женщин? Ну, целевые какие-то траты. Ну, женщины же очень любят щедро. Знаешь, там, практически 95% моих знакомых, там, девочек, они все, когда они хотят сказать, что мужчина козёл, они говорят жадный. Да, да. Если не щедрый, значит жадный. Что тебе купить, малая? Что ты хочешь? Знаешь, вот так вот. Что ты гамбургер будешь? Уильзар, ведь хорошая тема на эту тему. Да, то есть, ну, моя щедрость, ну, насколько щедрость? Просто раздавать женщинам деньги, подарки, могу. Ну, ну, только своей. Ну, понятно. Чужую нафига. Понятно. Хорошо. В России всегда там было, есть там два вида рэперов, да? Есть, ну... Долбан. Есть еще хуже, да. Ну, условно говоря, есть такие, как там, я не знаю, там, Тимоти и Баста, это люди, которые всегда были там в хороших отношениях с властью. Они хер там тебе выйдут и скажут, что там Путин такой-то, да? Вот. Не буду говорить на слово, чтобы ставить они ловкое положение. Я не уверен, что Баста прям дружит с властью, но есть некая молчаливость есть в этом. Да, да. А есть такие люди, как там, покойный Децл, который как бы спокойно к этому относился, то, что хотел, говорил. Понимаете, Децл тоже... Ну, я... Ты перешел строго на вы вдруг, когда мы заговорили о политике. Да, да. Понимаешь, я ненавижу политиков. Я об этом открыто заявляю. То есть, ну... Любых. Мне, допустим, нравится Зеленский, но пока он политик, я его не перевариваю. Вот и все. Вот. Как только он перестанет быть политиком, любовь вернется. Вот. Но я не перевариваю политиков, потому что... Ну, вот потому что вот так вот. Где тебе комфортнее жить? Ты же жил в разных местах. Ты там жил в Москве, ты жил в Санкт-Петербурге, ты жил в Киеве, ты жил в Харькове. Возможно, где-то жил за границей, я не знаю. Жил где-нибудь там больше двух месяцев? Нигде не жил. Нет. Я жил в Москве, в Питере. У нас были прекрасные такие оргии, мы там устраивали. У нас никогда не было денег, у нас было много кокаина, у нас было много марихуаны, много женщин и ни копейки денег. Вот. Но мы там жили, у нас 10 человек коллектив был. Мы играли фанк, соу, джаз. А это было в Москве или в Питере? Это было в Питере, это была трушная тема. Ну, потому что в Санкт-Петербурге именно вот это коммунальное, и жить коммунами, там же до сих пор любят эти темы. Конечно, мы там вообще вчетвером жили. Ну, в смысле... Во всех смыслах этого прекрасного слова. Два мальчика, две девочки, как бы, и там... И как долго это продолжалось? Ну, там, с полгода, например. А, ну, ты сказал, что у тебя не было опыта с мужчинами, но я смотрю, что все-таки был опыт, да, там, группового секса, и... Ну, мы не дотрагивались писюнами. Не ври. Ври, а как вы, газетками закрывались или что? Ну, как вы четвером жили, объяснили. Нет, ну, это не так прям было, прям вот как вы это представляете, какой-то гейм-бэнг. А сразу на вы начало. Как только дошло дело до дела... Да, до дела. Сразу такое оп. Да, сразу оп и закрылся. Нет, ну, правда, вот в групповом сексе, по-моему, уже пол не имеет значения. Я не знаю, конечно, но... Нет, на самом деле, вот то, когда мы могли бы дотронуться, у меня было с одним очень таким известным рэпером, мы там одну подругу приделали, но как-то так получилось, что не коснулись, как бы. Миша, кто это был? Нет, не скажу. Ну, пожалуйста, на нашем же интервью должен быть какое-то... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Какое-то важное место, которое потом все будут цитировать. Ладно, на «Ж» начинается, а на «Н» заканчивается. Ук. Пусть все там додумывают. Ну, кажется, я... Хорошо, мы поищем. Ладно. Ладно. Почему в Украине нет политического стендапа, как ты думаешь? Вот это странно. Смотри, Украина... Смотри, 95-й квартал это не... Ну, какой-то стендап, жопикой. Ну, это КВН. Нет, ну, стендап, подожди, стендап, это же не КВН. Стендап, это когда ты пишешь тексты, и это вообще... Ну, вообще, ну, где стендап возник? Там в пабах Америки и Британии. Ну, да, да, да. Входил какой-то чувак. И нес хуйню полную. Ну, хуйню, и сразу общался с залом, отвечал. Да, да, да. Вот у меня такое между песнями на концертах. Да, вот это стендап. А когда тебе пишут, там, я не знаю, там... А, заготовочки? Аркадий такой-то там... Нет, это хуйня полная. Понимаешь? А это ты выступаешь просто там, я не знаю, с какими-то текстами Михаила Жванецкого. Я не люблю, когда кто-то шутит лучше, чем я, во-первых. Так. Поэтому я не смотрю эти стендапы все. Но я уверен, что есть люди, которые классно шутят. Ты не слышал, что я спросил. Я же не спросила, смотришь ли ты стендапы. Почему? Украина очень политизированная страна. Здесь все говорят о политике. В России говорят о политике гораздо меньше. Но там есть политический стендап, а тут его нету. Почему? А там есть политический стендап, да? Так есть какой-то там Данила Белый, да, там еще... Ой, не Белый, это Данила Поперечный, там еще кто-то там, да. Слушайте, ну я не знаю вообще почему, но можем устроить как бы нифиг делать. Стендап политический здесь? Да, почему нет? У нас тут демократия или что? Ну что-то не устроили. С кем бы ты хотел войти в батл? Вот с кем было бы интересно? Или тебе уже вообще как жанр это неинтересно? В батл, рэп-батл? Да. Ты же не совсем еще попрощался с рэпом? Нет, не попрощался, но как минимум отыграться с Майти Ди. Миша, хватит тяжело вздыхать просто так, оставь нам хоть немного воздуха. О, в этот шнобель просто не видели. В жизни он намного больше, чем на видео. Да, кстати, гештальт надо закрывать, Миша. Да, да, надо закрывать вопрос. Это важная вещь, да? Уже есть об этом мысли, как бы был разговор уже. Где-то я прочитала, что ты любишь оружие и любишь стрелять. Да. Или ты смертел просто? Нет. Нет? Ну потому что... Я стреляю на стенде. Да? Да, ну правда, как бы давно уже не стрелял, там очень много дел. Какое оружие любишь? Нарезное, гладкоствольное. Я понимаю, но есть же какие-то там любимые, там, я не знаю, марки пистолета? А, марки оружия? Да, да. Да, их полно вообще. У меня самое простое. У меня там нарезняк, у меня СКС. Ну, у меня все с разрешением, естественно. А и у меня какой-то турецкий гладкоствольный 12-й калибр. Помповая я по тарелочкам. Бам! А мне глоки нравятся вот эти вот такие маленькие. Глоки тоже? Мне нравятся, да, да, глок класс. Ну, это у нас вся киевская интеллигенция. В женских руках он такой самодобный, мне кажется. У меня был пистолет, кстати, травматический. Как часто в тире бываешь? Ну, год уже не был. То есть, ну, стрельбище. А было что-нибудь такое в жизни, когда нужно было стрелять? Было, но не было оружия под рукой, да. А что такое было? Что за история? Ну, как-то всякие там, как-то мы ехали в Харькове. Это очень давно, кстати, была. Такая стрёмная-стрёмная ситуация была. Мы сидели, мы подъехали на такси к Макдрайву, а у меня жена мулатка, чёрная. Подожди, это же твоя первая жена, которая Лиза, которая Бетти. А я думала, что ты с ней развёлся, у тебя уже какие-то другие жены. Я с ней развёлся, да, это давно было. А, всё ясно. А сейчас другая жена же всё-таки. Да. И подходят где-то пять чуваков и начинают, ну, открывают дверь в такси, но они тупо... Начинают к ней приставать? Нет, они не к ней начинают, они типа начинают её тянуть. Сначала подходят и говорят, а ты там не такая? Она говорит, нет. А потом открывают дверь, начинают её вытягивать из машины. Я сижу рядом. Я тянул, пытаюсь как бы... Ну, я понимаю, а чуваки тупо именно бухи и мусора. То есть это сто процентов были бухи опера или мусора. Ну, то есть... Ну, понятно. Да, это были, ну, мусорского вида чуваки. То есть круглые лица. Понятно. Короткая стрижечка. Чулочки, всё как положено. Да, да, ну, тупо мусора были. Вот. И тогда я очень жалею, что у меня не было никакого оружия, потому что надо было отстреливаться, и водитель очень быстро уехал, и всё. Чем бы это закончилось, если бы её вытянули, я не знаю. Ты же любишь фотографию. Да. Любишь. Чем отличается цифра от плёнки? Аналога. Потому что, мне кажется, что-то ушло безвозвратно. Вот в цифре, да, вроде как и картинка классная, с цветами всё, особенно уже в этих 11-х камер, и всё такое. А всё равно, вот как... Плёночка, она такая тёпленькая. Как в морге, знаешь, вот эти фотки. Не знаю, не могу это объяснить. Ну, нравится тебе плёнка? Мне кажется, что на плёночных фотографиях есть какое-то что-то ещё, кроме фотографий. Не могу объяснить. Понимаешь, ну, плёночную, если влазить в эту культуру, то это нужно тазики там... Там была энергия. Дело не в производстве, там была энергия какая-то, понимаешь? Ну, у меня есть дедушкина мыльница. Я делаю фотки на неё, у меня там что-то дальномер какой-то. Я вообще не заморачиваюсь. Просто снимок должен быть художественный, красивый. Что для тебя как бы со временем, потому что 20 лет одни ценности, а там, например, в 38 уже другие совершенно. Что безвозвратно ушло, что больше неинтересно, а что как бы там пришло в твою жизнь другое? Вот это вопрос. Потому что я себя на самом деле как бы как чувствовал, так и чувствую. Нет, есть... Речь же не о потенции, пойми. Речь же идёт о другом вообще. Что ушло безвозвратно? Ушло, ну, допустим, мастерство играть на скрипке ушло безвозвратно. А было? Ну, было на 5 с минусом вот так вот, на 4 с плюсом. Вот, то есть я, в принципе... Почему я скрипкой перестал заниматься? Потому что скрипкой нужно... Ты должен либо супер круто играть, либо вообще не играть. Так на любом инструменте. Так в искусстве вообще, знаешь, там... Нет, нет, нет. Ты должен быть либо очень хорошим журналистом, либо идти нахуй, потому что другие не нужны. Нет, скрипка просто, ты понимаешь, это такой инструмент, если ты средний на нём играешь, это ужасно. А если на гитаре средний играть? Это нормально. Да? Да. Это нормально. Это суперсложный, тончайший инструмент микромиллиметры. Ты с ним связана полностью вот так вот. А какой инструмент самосексуальность, с твоей точки зрения? Ну, знаешь... Мне контрабас кажется очень сексуальным. А, не, ну, знаешь, я всегда приглашаю девочек к себе домой поиграть на гитаре, как бы. Ну, это старая заморочка. Да, но, кстати, моя жена не свелась на это. Умная твоя жена? Я надеюсь. Что интереснее в женщине? Потому что, конечно, ты же привыкаешь вообще. Да, привыкаешь. Ну, там, какой бы ни было красивой формы жопа, да, а всё равно ты к ней привыкаешь. А вот есть что-то... Комфорт и развязанность в сексе очень привязывает. Ну, комфорт в плане быта и комфорт в плане не за***ть. Ну, друг друга, как минимум. Ну, потому что сегодня ты с одним настроением, с другим, утром. Знаешь, как часто люди утром ругаются, потому что это всё, да я, да я. Мне в туалет, там, всё такое. То есть чувство юмора, одинаковое представление, короче, одинаковый темперамент, представление о сексе и умение отползти от мужчины, когда это надо, ставить его в покое. Ну, и, собственно, от женщины тоже. Это я не говорю о том, что женщина должна отъебаться вовремя от мужчины. Нет, ни в коем случае. И ты должен уметь отъебаться вовремя от нею. Конечно. Что ещё женщине надо, кроме этого? Ну, то есть, как бы, ведь нам же с вами нужны совершенно разные вещи. Я не уверен, что у женщины прямо супер кардинально другие, чем у мужчины какие-то вот нужды. То есть любому человеку, в принципе, нужно счастье, нужно уважение и работа, и всё такое. Есть женщины, у которых, конечно, ценности, там, вот, я хочу шубу. Или там, оп, выставила там у себя в соцсетях фотографии трусиков. Трусиков, я хочу такие трусики. Всё, и ей уже в личку летят трусики. Ну, то есть, есть такие женщины. Люди вообще бывают разные. И, кстати, чуваки тоже бывают разные. Ну, и, наконец... Я извиняюсь за такие пресные ответы, но... Не, были разные, были и классные, кстати, ответы. Так что пресно мы все там подчистим. Ты больше такой крутой, что прям куда-то. Что для тебя важнее, личная история музыканта? Ну, вот это уже совсем напоследок. Ну, у меня прежде всего это я и моя музыка. Вот, всё остальное, это... Я всегда в творчестве. Я целым... Вот мы сейчас сидим, а я думаю о том, как мне быстрее поехать домой и позаниматься. Потому что я там у меня... Сейчас я взял скрипку, потом я взял гитару, потом я взял, написал песню, потом я взял, порисовал. То есть, ну, я ещё иногда чуть-чуть рисую, как бы. Миша, ну, поезжай домой. Всё? Да. Я вас... Нет, не заебал. Мне было очень даже интересно. Было хорошо. Да, спасибо большое. Друзья, если вы любите меня, девочки, если вы любите коррупцию, подписывайтесь на канал Власть, Влащенко. Отлично. Я стесняюсь спросить, куда был поцелуй. Ну... Давай подумаем. Это было самое дерзкое интервью. Да ладно. До сегодня. До моей жизни. До сегодня. До сегодня. До сегодня.